СБУ мы коснулись. Вот сегодня, наконец, у службы безопасности Украины под руководством господина Ивана Баканова, я считаю, очень хороший день, потому что сегодня, наконец-то, задержан реальный агент Федеральной службы безопасности Украины в чине генерал-майора. Я просто расскажу тогда об этом. Дайте мне, пожалуйста, эту информацию. Тем временем, пока мне дадут эту информацию, я скажу, что есть ответ о том, что происходит в КМДА, быстро скажу. Значит, пресс-секретарь Виталия Владимировича Кличко Оксана Зиновьева сказала, что в мэрии проходят не обыски, а следственные действия. Самого первого заместителя главы не задерживали. Факта передачи взятки не было, подчеркнула Зиновьева. Ранее напомню, что некоторые СМИ сообщили о том, что в киевской мэрии проходят обыски. А сейчас вот про СБУ и ФСБ, пожалуйста. Вот эту информацию у нас буквально три минуты. Видите, почти забыли. Громкое дело. СБУ задержала генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова. Его подозревают в госизмене и совершении терактов. Шайтанов, по версии следствия, работал на ФСБ России. Генерал-майор, среди прочего, планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов. В ведомстве заверили, обладают неоспоримыми доказательствами того, что Шайтанов планировал проведение терактов на территории Украины. За это он должен был получить вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина России. Да, Дмитрий, пожалуйста, у нас две минуты. То есть, наконец, Служба безопасности Украины впервые, наверное, продемонстрировала нам правоту моих слов о том, что в руководстве Украины, и СБУ в том числе, очень много агентов Российской Федерации. Но одно дело, когда я это говорю, не называя фамилий, потому что я не могу их называть, потому что боюсь за свою жизнь, и потому что мне доверили это люди, которые руководят спецслужбами, в разные моменты руководили. И которые, в принципе, и в интервью моих некоторые говорят, генералы, что вот этот вот руководитель Украины агент ФСБ или КГБ и так далее. Ну, в интервью моих говорят уже, фамилии называют. А вчера вышло мое интервью с генералом Коржаковым, бывшим начальником Службы безопасности президента Ельцина. Он мне сказал, я в охране служил, а не в контрразведке, присяги не давал агентов не называть, поэтому называю агентов. И назвал напрямую агентов КГБ СССР, таких как господин Юмашев, который привел Путина к Ельцину, был главой администрации президента Ельцина. Назвал Виктора Януковича, назвал одного очень популярного нашего тележурналиста, который работает сейчас в Украине. Ну, смотрите, интервью не хочу называть фамилию. Генерал Коржаков назвал фамилии агентов КГБ СССР. Сегодня СБУ нам продемонстрировало, что оказывается в руководстве Службы безопасности Украины в чине генералов действующие генералы есть агенты ФСБ России. Это очень хорошо, что уже начали показывать их, но я призываю Службу безопасности к главному. Покажите нам, назовите нам агентов КГБ СССР и ФСБ России, которые в течение последних лет руководили и продолжают руководить независимой Украиной.